Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов побывал с рабочей поездкой в Казбековском районе. Делегация посетила строящуюся местную школу в селе Ленинаул, ознакомилась с состоянием Дылымской больницы, посмотрела, как идет ремонт лицея в райцентре, место строительства водозабора в селе Алмак и туристический центр в Мятли. Завершился визит с совещанием с членами кабинета министра в республике, в ходе которого обсудили проблемы района. Обо всем по порядку расскажет Гаджимур Адзеудинов. Рабочую поездку по Казбековскому району начали с селения Ленинаул. Здесь в рамках республиканской инвестиционной программы строится новая школа на 420 ученических мест. Объект планируют сдать до начала учебного года. Работы выполнены на 90%. Осталось освоить порядка 40 миллионов рублей, которые пойдут на приобретение оборудования и получить заключение о соответствии. Премьер-министр попросил первого зампреда регионального правительства Манвала Мажонца проконтролировать ход работ. Следующий объект – многопрофильный лице имени Гаджима в районном центре селения Дылы. Здесь идет капитальный ремонт. Председатель правительства попросил не отставать от графика. С 25 числа посмотрите, что нужно делать. И надо соответствующие изменения делать. Чтобы там мы дальше об этом не говорили. Здесь вы проработали на 30%. 70% вы здесь не учли. Далее Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил центральную районную больницу и пообщался с пациентами. В прошлом году здесь отремонтировали отделение хирургии и неврологии. Сейчас ремонт отребует приемное и инфекционное отделение, корпус и кровля. Также остро стоит проблема с перинатальным центрами детской больницы. Анализ такой. И справку сделайте. Все сделаем. И вот нам самое главное, чтобы была территория, чтобы вопросы не ровно. Сегодня делегация приехала к нам по поводу открытия перинатального центра у нас здесь в районе. Поэтому посмотрели участок, где могут ее разместить. Актуальность обсудили с представителями. Но сейчас будем дальше работать в этом направлении. Для 50-тысячного Казбековского района одной из самых актуальных является проблема с водоснабжением. Ее планируют решить сводом в строй водозабора недалеко от селения Алмак. Именно здесь начнется строительство водозаборных сооружений. Объект будет обеспечивать чистой питьевой водой шесть прилегающих сел. Алмак, Буртунай, Дылым, Инчхак, Гуни и Гасталаб. Проектная протяженность составляет 55 километров мощностью 6800 кубических метров в сутки. Из 51 тысячи, вот если мы здесь организуем проведение воды, считайте 30 тысяч, более 50 поцинков населения обеспечено водой. Здесь самый большой плюс, что дебет воды позволяет. Сейчас буквально обсуждался вопрос об источниках финансирования указанного водопровода. Предлагается указанное объект включить в федеральную программу «Чистая вода» либо программу СКФО по развитию водоснабжения. Если все будет удачно, то мы наверняка уже в следующем году, в 2023-2024 году указанное объект начнем. Позже на территории государственного заповедника в селе Алмак, где разводят пятнистых оленей, провели совещание. Обсудили самые насущные проблемы района, включая строительство автодорог, развитие овцеводства и туризма. Параллельно имеется, в целом, занимается и СПК, поселение Буктунай. Там тоже нужно будет акцентировать внимание. И при необходимости, наверное, наш обсудимый, это хозяйство поселения Буктунай нужно будет обнименить. Потому что в обладании Министерства Российской Федерации сейчас очень большие средства идут именно на возрождение определенного дела. Рабочую поездку завершили осмотром экологического туркомплекса «Главрыба». Здесь планируют строительство моста через реку Сулак. Председателю правительства также показали новый проект «Пещера». Работы здесь продолжаются. Длина лабиринтов составляет несколько сотен метров. Ростовские инженеры расширили штольни и на высоте 60 метров установили уникальный подвесной тросовый мост через самую узкую часть Сулакского каньона. По обе стороны мостового перехода находятся смотровые площадки. Уникальное место уже популярно среди туристов. Газимурад Зеудинов, Ибрагим Магомедов, Вадим Шамхалов и Мурат Газиамаров. Время новостей. Казбековский район.